Весной этого года столичные футбольные фанаты запомнят надолго. Длительные сроки, от 4 лет общего до 12 усиленного режима, получили болельщики клуба МТЗ за жестокую драку с поклонниками клуба Торпеда в 2014. А в 2015 тракторозаводцы схлестнулись уже с динамовцами. В Минском метро досталось и милиции. А это уже май 2014. Финал Кубка Беларуси возле Борисов арены начался не со свистка судьи, а со стычки болельщиков Гродненского, Немана и Солигорского шахтера. Неуемным поведением отличаются фанаты всех белорусских клубов, не стесняются в высказываниях. И на сектор приходят не только с кричалками. Выяснение отношений между фанатскими группировками – обычное дело, но милиция забила тревогу. Это не спорт, а повод выяснить отношения. И он переходит грань закона и становится хулиганством. Нужно навести порядок, решили в органах. И в 2015-м в Барановичах ОМОН урезонил особо буйных. Противостояние фанатов и милиции длится уже 10 лет. Были и бойкоты матча, и ужесточение досмотра. Но все же арены не должны быть местом фанатских разборок. И для этого на них не должно быть разжигателей конфликта. В милицию уверяют, каждого агрессивного фаната, благо их не так много, знают в лицо. Но не пустить его на спортивную площадку нельзя. Нет такого нормативного акта. А вот когда появится закон о работе с болельщиками, вход на трибуну им точно будет запрещен. Этот закон ни в чем никого не ущемляет. Он просто делает безопасное нахождение порядочных болельщиков, которые любят спорт, которые болеют за спорт. И чтобы оградить их, это действует только на проведение спортивных мероприятий. То есть тот, кто нарушил, он может тренироваться и посещать спортивные объекты вне соревновательных дней. Сегодня абсолютным большинством депутата изменения поддержали. Правда, пока только в первом чтении. Дополнительное наказание по проекту закона будет грозить, к примеру, за мелкое хулиганство, участие в драках, распитие алкоголя и демонстрацию нацистской символики. В зависимости от тяжести правонарушения, вход на спортивные площадки хулиганам закроют на срок от трех месяцев до трех лет. Активных болельщиков у нас три с половиной тысячи. В частности, это касается именно футбольных болельщиков, потому что они, как правило, создают нам больше всего проблем. В то же время количество засветившихся своими противоправными действиями болельщиков сейчас составляет 130 человек. Больше всего их в Минске. Затем по количеству горя болельщиков следует Минская область. Но их анализ и учет будет вестись только после принятия соответствующих изменений в закон. Окончательного решения, каким будет механизм работы с футбольными хулиганами, пока нет. Но депутаты учитывают европейский опыт. В первую очередь в Великобритании. Хулиганство, как массовое явление, появилось здесь в 70-х. В Лондоне, Ливерпуле, Манчестере, в болельщиков команды соперницы летели монеты, камни, сиденья и файры. Доставалось и футболистам, ради которых, по идее, и приходят на стадион. Когда ситуация стала критической, бороться с фанатами стали на государственном уровне. Фанатский закон в Британии приняли в 75-м. Конные полицейские сопровождали зрителей из других городов от вокзала до стадиона. В Скотланд-Ярде создали футбольную разведку. Но главное, болельщиков поделили на три категории. А. Лояльные. Б. При определенной ситуации могут совершить правонарушения. И С. Ярые фанаты, хулиганы, зачинщики скандалов и правонарушений. Работой именно с категорией С занимаются во всем мире. В этом сезоне футбольный бум в городе над Бугом. В Брестское Динамо пришли зарубежные инвестиции. Амбиции коснулись не только турнирной таблицы, но и работы с болельщиками. На игры чемпионата и кубка приходят по 10 тысяч человек. Для Беларуси цифра фантастическая. Но никаких беспорядков на фан-секторе нет. Что касается принятого закона, то, пожалуй, законопослушным гражданам и болельщикам, в принципе, нечего опасаться. То есть, как ходили все на футбол, так и будут ходить. И ничего существенно не изменится. Единственное, что хотелось бы, чтобы новая пропускная система, которую планируют вести, не препятствовала проходу людей на стадион. Хватает в Беларуси хоккейных болельщиков. 15-тысячная Минская арена едва вмещает всех желающих поддержать Минское Динамо. Но правонарушений немного. А вот на матчах других команд, в первую очередь футбольных, где зрители набираются от силы тысячи две, балом правят агрессивно настроенные фанаты. С ними, как ожидается, и будет активно работать милиция. Прежде всего, у сотрудников милиции будут списки лиц, которым запрещен проход на спортивный объект. Второе – это визуальный контакт. Скажем так, сотрудники визуально будут наблюдать за теми. И, как правило, многих болельщиков, кавычках, скажем так, которые именно совершают правонарушения и склонны к совершению правонарушения, сотрудники милиции знают в лицо. Ну и третье – это, конечно же, технические средства. Это, в первую очередь, система видеомониторинга, которая оснащена видеоаналитикой, позволяющей определить из потока граждан лицо, которому запрещен проход, дать сигнал об этом сотрудникам милиции. И, соответственно, сотрудники милиции запретят проход на спортивный объект. Важный вопрос. Он прозвучал сегодня и от депутатов. Не скажут, целенововведение на бюджете. Ведь техническое оснащение стоит немалых денег. По закону о массовых мероприятиях это уже должно было быть. На объектах и видеонаблюдение, и все. Уверен, что на болельщиках непосредственно, на зрителях, не отразится никак в финансовом плане изменения в законодательстве. То, что должно делаться в техническом плане на объектах, будет делаться, но будет делаться исключительно в плановом характере. Так что болельщикам волноваться в этом вопросе незачем. При этом черный список фанатов МВД скрывать не намерено. Его разместят на сайте ведомства. И вероятность того, что для правонарушителя нахождение там станет сюрпризом, исключена. Решение в любом случае будет принимать суд. Не все фанаты, конечно, признают необходимость этого закона. Наверняка некоторые псевдоболельщики попытаются уколоть милицию. Мол, пролоббировали ужесточение контроля на стадионах. Но все же цель закона предельно понятна. Спорт — это развлечение до седьмого пота, а не игра до первой крови. Игорь Тур, Анатолий Занкович, Наталья Стельмах, Мария Тройнич. Наши новости ОНТ.